Добрый день! Покажем первую установку солнечных панелей в Словении. Компания Element TM совместно с компанией в Словении EllenHub собрали первую тестовую солнечную электростанцию. Ее мы будем использовать для нагрева бойлера. Здесь оставили место для установки еще двух панелей. В дальнейшем мы хотим увеличить мощность и покажем как мы это сделаем. Панели мы установили простым способом на две несущих конструкции, две несущих балки с возможностью менять угол наклона. Сейчас такой солнечный день, есть тучи, солнце светит под углом 45 градусов в данный момент. У нас четыре часа дня. Довольно много туч, но тем не менее TEN греет очень хорошо. Вот такой вид снизу с первого этажа. Мы разместили панельки над виноградником. Вот можно увидеть простейшая примитивная конструкция. Это тестовый, еще раз повторюсь, тестовый образец. Вот здесь мы будем менять, здесь у нас получается возможность опускать и поднимать этот угол панели вверх и вниз. То есть в зависимости от времени года солнышко у нас будет идти, как показать, по горизонту немножко ниже и мы будем опускать угол наклона, чтобы солнце под большим углом светило на панели. Здесь получается с этой стороны мы сделали простейшую петельку, простейшую поворотную систему. Все это крутится. Нижнюю часть закрепили на балке. Рамка у нас остается стандартная, родная. Вот здесь идет алюминиевый профиль. Не видно алюминиевый. Тут же снова идет петля и возвращается на балку. Вот так вот панельки у нас выглядят снизу. Они подключены и проводами они уже идут у нас к бойлеру. К бойлеру через окошко, через тепловой насос у нас тут установлен. Будет интересно, про него тоже расскажу. Вот получается система у нас, нижняя часть системы, что нам получается выдает. Вот здесь можно увидеть марку панели, мощность панели 320 ватт и холостой ход панели 35 вольт. Вот так вот они установлены. Подключение. Подключены панели параллельно. Вот это у нас получается два минуса. Вот это получается два плюсика. Клемники мы купили тоже в Европе отдельно. Они продаются, это не проблема. Вот они у нас идут в провода. Два плюса, ну якобы в два разных провода. Там они соединяются в один. И два минуса соответственно тоже. Вот наша система. И она у нас уходит уже в помещение. Провода мы спрятали в коробочке. И вот она у нас идет в помещение через окошко. Это окошко теплового насоса. Про него, если будет интересно, мы расскажем позже. Тепловой насос у нас будет, в принципе, в данный момент подогревать тот же самый бойлер. Когда у нас тень, зима или плохая погода, или нет солнца, включается тепловой насос, у него КПД 300%. И выкидывая сюда холодный воздух, будет подогревать наш бойлер и вообще все отопление. Вот такая вот система. Вот эти два провода. Внутри я сейчас покажу, как они, в какую коробочку они идут и как они подключаются к самому нагревательному элементу. Итак, спускаемся на первый этаж. Здесь у нас установлен бойлер, в который мы установили нагревательный элемент. Вот можно посмотреть, в принципе, название Лентерм, ДО, это компания. Они, получается, устанавливают эти бойлера в частных секторах, фактически во всей Европе. Бойлер рассчитан на работу от твердотопливных систем, от масляных систем отопления и, соответственно, электрического ТЭНа. И в этот бойлер мы вкрутили свой нагревательный элемент. Теперь у нас, получается, будет греть воду в бойлере и, соответственно, можно будет пользоваться горячей водой. Вот в такой вот схеме мы видим, что мы подключили две панели, перекрыли краны подачи и обратки и наша система заработала. За первый день мы достигли температуры от 19, тут можно увидеть на термометре, до 25 градусов примерно. За второй день мы достигли температуры от 25 до 50 и выше. Вот задняя часть этого бойлера. Сверху это котел. Сверху это котел, да. Сальтрон. Дизельный. Дизельный, да. Работает на дизельном топливе. И в нижнюю часть мы установили нагревательный элемент, пока что на место стационарного старого ТЭНа, который был, видимо, рассчитан на мощность 3 киловатта. Вот. Еще интересный момент. Здесь находится смотровой люк, который мы в процессе хотим заменить на фланец под сухие ТЭНы. Сюда мы можем установить сухие ТЭНы как на 220 вольт, так и на нагреватели специальные, которые будут работать от нашей солнечной системы. Ну, в дальнейшем мы это покажем, сделаем, осуществим, проверим, как оно работает и работает ли вообще, насколько это эффективно и так далее. Вот такая у нас тут разводочка серьезная. Насосы стоят, краны. Это идет с учетом теплого пола. Первый, второй, третий этаж. Вот такая вот система. Вот такие приборы у нас. Это управление котлом. Оригинальные, которые устанавливались и продавались вместе с котлом. То есть тут включатели всяких режимов, термодатчики, непонятные какие-то штуки. Короче, такая вот система. Вот у нас, получается, провода от солнечных панелей заходят. Мы установили такой щиток. Это приборчик, который показывает все данные у нас. То есть получается, Жень, что он показывает? Он показывает на данную секунду ток, напряжение, мощность, а также максимальные значения, которые сегодня были. Вот сейчас покажу. 2 Ампера. 1,6 киловатт часа сегодня было уже выработано. Ну и так далее. Вот 530 ватт. Пиковая мощность, которая была сегодня. А которая сейчас у нас вырабатывается. 9,9. Сейчас 9,9 ватт. То есть 10. Это, видимо, пришла точка. Большая. Да, большая. И он пока что вырабатывает всего лишь 10 ватт. Табличку я позже сделаю и покажу вам, как это выглядит на таблице при, в принципе, нормальном солнечном дне. Вот у нас автоматы для выключения. И вот такая точка у нас зашла. Даже похолодало. Сейчас, по ходу, пойдет дождик. Поэтому мощность наших панелей была всего лишь 10 ватт. Вот они, желтенькие проводочки. Два квадрата с половиной, по-моему, да? Тогда они пошли на нагреватель. Еще раз повторюсь. В Европе, получается, 90% частных домов обогреваются таким способом. Используя твердотопливные и другие котлы с горючим топливом. Мы же решили установить эту систему, добавив простейшее решение. Используя солнечные панельки и наш нагреватель. В таком комплекте бойлер сможет работать на разных режимах. Первый режим – это использовать одновременно горючее топливо, масло, дрова, пилеты и так далее. Второй режим – использовать горючее топливо, но при этом совместно работать от солнца и экономить горючее, дорогое топливо. Третий режим – бойлер сможет работать от сети 220 вольт. Если на улице не светит солнце и пасмурная погода. Ну, допустим, вот такая, как сейчас. Ну и четвертый режим – когда бойлер может работать только от солнца. но это, конечно, если мы будем использовать не две, а хотя бы четыре или больше панелей. Наша система не требует установки сложной дополнительной электроники, а всего лишь управляется уже установленной системой, которая находится в котле. Итак, можно с уверенностью сказать, что первый тестовый этап сборки нашей электростанции готов. Станция полностью работает, клиента полностью удовлетворяет. С помощью этой конструкции мы обошли все эти контроллеры, преобразователи, систему аккумуляторов и так далее. Вот сюда мы будем устанавливать на вот эту балку. И вот на эту балку мы будем устанавливать еще две дополнительные панели. Но так как сейчас ситуация в Европе с панелями туговатая, мы их немножко будем ждать. Как только мы их получим, мы обязательно снимем видео, снимем обзор, снимем расчеты, сколько будет выдавать четыре панели, какое напряжение, таблицы, графики. Все это мы вам покажем. Кому интересно следите, вы обязательно будете в курсе новых событий. Купить нагревательный элемент от солнечных панелей можно в Украине, заказав на сайте elementtm.com.ua или позвонив по номеру 050 631 97 99 096 99 45 930 и 093 203 95 98. У нас на сайте вы можете заказать под заказ любой вид нагревательного элемента. На круглом фланце, на квадратном фланце, дюйм, дюйм с четвертью, полтора, два дюйма. Все это мы можем производить с высокой скоростью и высокого качества. Также можно купить в Европе, заказав наши нагревательные элементы в Словении по телефону 069 948 001. В Словении мы производим продажу готовых элементов, в которых входят две панели и нагревательный элемент, или по отдельности. Все это мы можем очень быстро отправлять в страны Европы, Германию, Австрию, Италию и так далее. Спасибо за просмотр, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok